Левый Бор. Живу один. Спахло меня то, что когда-то, два года назад, до моего и службы, точно так же отца моего шарахнул. Ну я просто, вот дошло до меня, что как у папы вошло. Да, ага, и что вы? Надо к людям. Надо к людям. Я ползком. Правильно. К соседу. Я только вот так показал, полеализовало. И я на полу. Ощущение, ну боли никакой. А как вы восстановились? Вы восстановились? Вот что это вы держите в руках? Ну это дружу с одним, лет 30 уже. Ну мне практически ровесник. Приходит друг. И вот порекомендовал эту настойку. Вы что это за настойка? Расскажите о нем. Пойдемте к столу, как раз вы все это покажете. Расскажите. Ну приходит друг. Глотать я не мог. Говорить не мог. Говорит мне, лентяй, глотай. А я говорю, ага. Сейчас как в дамку. И пошло. Мышечная память дала. И потихоньку-потихоньку начал пшелать. А что ж это здесь такое? Здесь, значит, сосновые шишки. Сосновые шишки. Семенами. Пять штук берется. Семенами. Заливается 250 грамм спирта. Наставится 10 дней в комнатной температуре. Потом должен цвет вот приблизить. Вот такой вот, а? Красивый. Да, это у нас уже настоял. Ну, где-то вишневый должен быть. Затем наливается ложка столовая уксуса яблочного. Ага. И на ночь желательно в чай. И выпивается. Желательно смежно. Отколько в чай наливать? Ложить. Ложить. Геннадий Петрович, по статистике, всемирной статистике, известно, что от инсультов чаще всего страдают мужчины. Почему? Ну, вот хотя бы разговор Владимира Ивановича, что курил, выпивал, вот нервничал еще, и самое важное, и самое важное, да, болел на ногах. Вот это все, конечно, сказывается на здоровье мужчины. Поэтому следите за своим здоровьем, да. Старайтесь меньше в ингрессовые ситуации попадать. Ну, слушайте, надо приключиться даже к больному организму. Он порой подсказывает. Не порой, зачастую подсказывает. А я со своей стороны, для того, чтобы сосуды наши были в норме, хочу дать простой рецепт. Мы берем горсть хвой в баночку, заливаем литром горячей воды. Геннадий, то чай, этот рецепт годится для любых людей? Это практически для любых людей годится, потому что он не оказывает никакого вредного воздействия. Витамин С, который имеется в хвои, наоборот, будет нас поддерживать. Никакой там цинги не будет, тем более раньше хвои лечили. Вот. И, естественно, сосудики будут очищаться. А сосновую можно ли? Настаиваем 10-12 часов. Вот. И после этого мы будем пить его. Геннадий Сергеевич, а сосновую можно хвою? Сосновую можно и сосновую хвою. То есть, хвою можно любую. Ели сосны, кедра. Вся она пойдет. Хвою великолепно. Мы его процеживаем, и получается напиток золотистого цвета. И я рекомендую его попробовать. Всем попробовать. Вот. Это вам. Это вам. Чем хорош этот напиток? Тем, что здесь не содержится спирта. Понимаете, в отличие от этого. И его можно спокойно пить, как чай. Такой мягкий напиток. Великолепный. А вот все напитки, которые мягкие, они как раз и очищают сосуды. Делают их эластичными. И наоборот, чай, если в нем содержится больше дубильных веществ и вяжущих, особенно черный чай, крепко заваренный, он делает сосуды наши черствыми. И сердце вот так вот сжимает. Спасибо большое, Геннадий Петрович. Вам спасибо за ваш расстрат. Берегите свое здоровье, пожалуйста. Спасибо, присаживайтесь. Наша следующая героиня нашла средство, которое помогает держать давление в норме. Итак, встречайте у нас сегодня в студии заслуженная артистка России, Зинаида Сазонова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ